Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Star Wars The Old Republic за нашего солдата. Вот он, какой у нас теперь, как он выглядит. Прикупил я ему шмоточку, которая ему больше подходит на данный момент. Это дешево, но у меня всего 10 тысяч было, я даже не смог ботинки купить к этой шмотке, не то что еще моды в нее вставить. Я сейчас без подписки играю, к сожалению, не могу перекинуть баблишка на этого персонажа. Некоторое время придется побомжевать, скажем так. Что ж, я услышал вас, друзья. Мы, кстати, сейчас на Корресант летим. Я услышал ваши комментарии по поводу... Ну, давайте быстренько скажу. По поводу того, что я читаю квесты, точнее перевожу квесты по ходу диалога. Вам это не нравится. Ну, некоторым из вас, как минимум, тем, кто пишет в комментариях. Вот. Я сам изначально не хотел переводить, но привычка, привычка, друзья. Я уже настолько привык, что это все автоматически срабатывает и надо отвыкать. В этой серии я буду следить за собой, не буду ничего переводить. Только после диалога я объясню, в чем суть. Вот. А вы же будете наслаждаться голосами актеров, которые озвучивали. Вот так. Ладно, поехали. Поехали на Корресант. Вот она, столица республики. Что ж... Нужно использовать терминал таможни. Нужно зарегистрироваться. Мы же... Мы же не какие-нибудь... Нелегальные иммигранты. Я бы и Арику Джорги, ну такую бронь, как у меня, купил бы, но не хватило бабла. Да. Жаль. 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 У нас много времени на бассейне, как Орд-Мантел, вы почти забыли, что планета цивилизованная цивилизация должна выглядеть. Я занимал мою офисер-тренировку здесь, вновь, когда я был в Орд-Мантел. Но у нас было еще немного реконструкции, когда-то. Реобилдить вещи, что империалы уничтожили. Я еще не могу верить, что импира смогли срабатывать Корресант в войну. Капиталов, в целом республике, и они его рейдили как-то... ...самер-трим-мудбол. Ты думаешь, что наш капитал будет лучше защищен? Республика предполагала свои силы, чтобы обеспечить империал в облаке мира. Защищать Корресант был следователем. В любом случае, мы должны двигаться. Я не хочу оставить кого-то важного, ждать. Он проходил свое обучение офицерское. На офицера учился на Корресанте. Потом вторглась империя. Он считает, что республика допустила ошибку, что распределила свои войска на границах республики, вместо того, чтобы защищать Корресант. Я так понял. Потому что о Корресанте говорит, мол, никто тогда и не думал. Ну что ж, а не Тол Распар какой-то. Давайте поговорим с этим парнем. А, ты здесь. А, ты здесь. Большое удовольствие встретить одного из... А, блин, опять начинаю. Опять начинаю переводить по ходу. Для него удовольствие познакомиться с нами. Ну, и поблагодарил нас за то, что мы вывели на чистую воду предателей на Орд Монтелли. Я еще с ними не закончил. Мы еще вернемся и покажем этим сепаратистам. Ты знаешь о том, что ты тоже знаешь, что у меня есть не законченное бизнес. Я не здесь, чтобы тебя избежать. Я представляю Венара Кейл, сенатором Корресант. Она не только говорит о нашем капитальном мире в Галактическом Сенате, но и в этом планете государство. Сенатор Кейл ведет effort, чтобы восстановить, что было уничтожено во время Северной Эмпиры. Он представитель сенатора Кейл. Сенатор Кейл производит здесь восстановительные работы, ну, контролирует их. То, что уничтожили Ситы во время вторжения. Залечивание этих ран было медленным и болезненным. Но Ситы уже давно улетели. Почему до сих пор идет реконструкция? Время было уже долго. Это сложно верить, что мы еще разрушим. Семьи уничтожили, что уничтожили. Семьи уничтожили, чем уничтожили. Этот мир faces многие крисы. Время оборудовательная инфраструктура, в оборудовании популяции, в целом секторе сжигая анарки. Все это хитрость оборудование. Сенатур Кейл считает, что ты особенно способен с проблемой и опасной опасностью. Она подчеркнет в помощи. Сразу. и тебе удачи дружище так сенатор кейл короче возглавляет ну как я и сказал восстановительные работы на корус анти я пока без шлема побегаю и я спросил почему так медленно происходит реконструкция ситы уже давно улетели по моему 30 лет прошло уже с той войны когда корусант напали вот и они до сих пор восстанавливаются и он объясняет мол здесь много беженцев прибыло на планету некоторые сет секторы перестали подчиняться там началась анархия полнейшая вот бандиты и все такое вот из-за этого все замедлилось и сенатор кейл хочет чтобы мы помогли ей с этим делом помочь восстановлением так и сделаем так и сделаем так ночью запал а у нас нету денег ладно потом могли домик себе сейчас купить но он 5000 стоит кредитов хотя какой-то домик у меня уже есть кстати на пвп можно записаться кстати можно на пвп сгонять что-то мне хочется серьезно очень хочу introduction to warzone били стенд introduction to star fighter star fighter при ладно возьму так 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 ну что сходим на пвп как думаете правда у меня 13 левел а тут идет такая такое распределение игроков что от 10 до 20 играют вместе с 20 по 30 играть вместе получается люди которые на 20 левеле будут иметь надо мной преимущество ладно все равно сходим так надеюсь 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 вы не против ранки тварзон не туда мы не можем к ее сало повоюем друзья повоюем навыки главное так давайте ка переставим блин я не хотел нажимать я этого не хотел так тебя на f тебя на на r тебя на 5 да супер 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 навыков у нас пока не много но еще все равно будет весело надеюсь если у нас хорошая команда попадется а пока по квестикам пока ждем сенатор ваш специальный гость прибыл да так стоп 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 я хотел звук поднять потому что я специально делал его потише чтобы именно озвучивать за инквизитора давайте апнем thank you for coming on short notice i'm senator винара кейл forgive my оборудовательность but time is a luxury i don't possess as you may have heard course and is overwhelmed with refugees fleeing imperial tyranny many have been here since the war the refugees took over the old galactic market sector huddling and shops and warehouses that were abandoned during the sacking of course and they refused to leave да бедняжка из the republic doing anything to provide for these refugees resources of scarce there's only so much we can do as so often happens when fear and poverty dominate a criminal element has risen to take advantage of the situation the migrant merchants guild began as a political advocacy group for refugees over the years it transformed into a ruthless and murderous criminal syndicate the gangsters have a power structure a leader it's a consortium of powerful crime lords when one falls another takes his place it makes them difficult to defeat the migrant merchants guild has grown increasingly hostile and violent their criminal enforcers have acquired military-grade weaponry earlier today their thugs took to the streets they attacked our security personnel set fires began rioting we're facing an armed insurrection звучит как court mantel you just described the last enemy i thought i need your expertise lieutenant we can't rule out the possibility of imperial influence for generations the old galactic market was core since central trade hub its importance isn't merely economic it's a symbol of the republic's freedom the com channels are jammed we've lost contact with our security forces i need your help ending this crisis the criminal's must not win я им нужна наша помощь ну да будем конечно же флиртовать преступники им не победить you'll be my pleasure senator you've inspired me the feelings mutual lieutenant do whatever you must to save innocent lives from that criminal self find my security chief captain windborn he'll help good luck так ну что ж как я и обещал никакого перевода только объяснение что она от нас хотела короче беженцы в принципе объясняют беженцы захватили старый галактический рынок они там короче поселились как я понял вот с ними пытались разобраться ну выселить и объявилась некая гильдия торговцев мигрантов которая изначально выступала как группа адвокатов для вот таких вот беженцев помогали им так сказать но потом они превратились в группировку бандитскую такие дела так я хочу понять где тренер не с этой стороны понятно вот бандитскую группировку вот недавно они вышли на улице начали начали свое восстание и в общем ну вы по вы поняли начали восстание с этим нужно разобраться такие дела такие дела чем мы и займемся конечно же сейчас победить их сложно но в принципе почему они сами с этим не могут справиться потому что это синдик целый синдикат криминальных лордов это синдикат криминальных лордов блины мы же по основному заданию зашли еще ё-моё чё-то туплю маленько друзья туплю вот и если одного лидера убрать 100 на его место сядет другой поэтому с ними трудно справиться ну я сказал что мы разберемся с этими ребятами они перестанут мучить корусант мы восстановим порядок и справедливость я в нас верю так нам нужно по моему к генералу гарзи по основному заданию наш будущий главнокомандующий старший офицер который будет отдавать нам приказы раньше лейтенант джорджон нам их отдавал но теперь он просто сержант и нам нужен новый лидер готов когда вы готовы сэр готов когда вы готовы сэр так я маленько запутался блин пробежал уже мимо лады погнали на пвп я какой-то рассеянный сегодня 4 на 4 арена не люблю такие я сам не умею на таких воевать да еще и если соперники ой союзники такие как я то нам жопа но у нас хотя бы хиллеры есть и стейстер команда кто будет победителем а кто станет трупом сделайте ваши ставки это скандрел или с двумя ага это снайпер у нас есть снайпер это хорошо и плай а это у нас кто джедаи шадо джедаи шадо так у них надо убить я думаю первым делом кого тут такой джед ассасин сорсера снайпер может 40 убьем первым так а уже пометили понятно значит убиваем первым вот этого парня снайпер чёрт я хочу выиграть я не хочу затупить перед вами дорогие зрители ой меня сбросили это плохо есть мы одного убили я сбросили засранцы кто следующий кого фокусим конфликт в з м м есть Добрый день, чтобы быть рот-вырм! Я думал, мы уже выиграли. Черт. Бафчик, пожалуйста. Так, надо, кстати, врубить бег. Спринт. Спринт забыл врубить. Такие дела. Готово, готово. Попробуем. Попробуем. Это опять этот, да? Да. Попробуем. Почему мы все время на мосту воюем? Тут неудобно, нифига. О, сбросили. Круто. Эй, потише. Попробуем. Плохой день, чтобы быть рот-ворм-урум. История... Продолжение следует... Готов, голубчик, готов! Ух, неплохо раздал, Троис прямо убил, молодец! Так, хиллеру дам, хиллеру. Поставлю лайк. Эй, потише, слышь? Хе-хе-хе. Все, выходим, выходим. Как отсюда выйти? Exit Warzone. Не люблю я 4 на 4, даже учитывая, что мы выиграли. Мне нравятся большие замесы. Крупные. Но, в принципе, все равно неплохо, неплохо справились. Команда попалась хорошая. Так, лейтенант Гарзе у нас где-то тут. Ой, лейтенант, генерал Гарзе. Как-то я ее понизил, надеюсь, она не слышала. М-м-м-м. Да, сенатур, это точно то, что я говорю. Я могу вам уверен, что я не видела ни разогласия, поддерживая эти румы о дефекциях в СПЕКФОРС-дивизионе. Генерал, верно вы понимаете? Мы нужны больше, чем только твои осуществления, и о том, что... Мои осуществления, которые вы получаете, сенатур. Они должны быть достаточно. Теперь, если вы извините меня, я, кажется, у меня есть гостя. Но, генерал... Необычное время, лейтенант. Я генерал Гарзе. Это хорошо, наконец-то встретиться в персонале. Она оправдывалась перед сенатором каким-то, мол, что не было никакого предательства в войсках республики, мол, все это бред полнейший, и все это слухи. Вот. И отключила его, мол, потому что к ней пришли. Ну, поступим как солдат должен поступить перед генералом своим изначально, да? Это удовольствия быть здесь, генерал. Я хочу поблагодарить вас. Орд Мантел выиграл силу и силу. Я впечатлялась. Это не легко быть так хорошо. Но я думаю, что уверенность приходит естественно. Генерал Джорген, я рада вас с нами тоже. Генерал Вандер держа вас в очень высоком положении. Спасибо, господин. Но Генерал Вандер имеет необычный способ показать его положение. Вандер сделал лучшее для вас, генерал. И я бы сказал, что позиция в Републике самый декоративный спецслужб. Спецслужб. Спецслужб очень хорошо действительно. Это смысл о Тависе и других. Я знала, что они были грустны, но я никогда не подумала, что они так скучны, как дефект. Но, во всяком случае, что любые твои старые спецслужбы были для нас, они сейчас очень опасные враги Републики. Спецслужб. boyщик спецслужб. Генерал Вандер... Вот оно как. Говорит, что за предательством Тависа последовало еще множество сотни других солдат, тоже ушли на сторону Империи. У нас катастрофа на руках. Да, блин, это ж Республика. Кто хочет воевать на стороне Республики? Я не могу верить, что так много солдат могут оборудовать нашу праву. Это ужасная ситуация, но мы еще не уходим от опционов. У нас есть один мощный ассет, который Тавис и его последователи не планировали. Ты. Тавис верит, что ты живешь на Ордмантеле, и что хвоков уничтожение уничтожения уничтожения. Сейчас Тавис будет обеспечивать его оборудование и употребления. Мы должны убедить эти употребления, пока он не ожидает. Тавис не ожидает именно нас. Мы его слепое пятно. Он думает, что я погиб на Ордмантеле, а нет, я буду выслеживать его. Сейчас нам нужно прекратить поставки, оружейные поставки, которые идут к Тавису. Нужно их отрезать, эти поставки. Ну, объясняю, что раньше, когда Хавик Скводу нужны были припасы, за пределами, так сказать, республики, то они обращались к различным преступным организациям, например, Блэк Саном и Майгрант Мерчант Гилдом, вот. Я так понимаю, мы должны начать свое расследование именно там, чтобы найти поставки Тауса, у кого он их получает, и прекратить их. Эти не простые группы, лейтенант. Они контролируют большие территории и огромные ресурсы. Ты начнешь с Майгрант Мерчант Гилдом. Наша интеллигенция означает, что они обеспечивают Тавис и уничтожают их. Есть еще одна опция, мы можем забрать этих дроидов себе. А, не, не то, не то, он сказал. Я думал, он спросит, мол, а почему бы нам дроидов не забрать? Но он мне это сказал, почему бы нам не отпустить эти поставки, пусть они так и идут Таусу, а мы проследим за ними и выйдем на Таусу таким образом. Она сказала, так рисковать нельзя. Эта миссия слишком критична, наше будущее, будущий успех или поражение зависит от этой миссии. Мне нужно встретиться со связным, который занимался этим делом. Имя я его забыл уже в предыдущем предложении, видимо, было. Да, удачи нам всем. Так, ну что ж, ну понятное дело, чтобы разобраться с группировкой Тауса, нам придется сначала ударить по его снабжению. Вот, снабжение, они получают оружие от бандитов, блэксанов и Майгрант Мерченд Гилдов. Первые на очереди Майгрант Мерченд Гилды, они снабжают Тауса военными дроидами. Вот так. Сейчас нам нужно со связным выйти на контакт с тем самым шпионом, по-моему, который все это выяснил. Если я не ошибаюсь, там она сказала, как его зовут, но я, у меня резко все вылетает из головы, если дело касается имен. Вот. Так, что... Вперед мы все задания взяли? Вроде как. Это что такое? А, блин, получить награду за пвп. Давайте получим. Там денежку заплатят. Какую-то. 450 кредитов. И еще 450. Плюс набор. Всем советую сходить на пвп, если вы начинаете играть, потому что вам дадут набор вот этих вот штук. Так, это оно? Да, это оно. Да, это оно. Вот так. Вот так. Видите, как хорошо? Просто прекрасно. Выклей варфронт. Выклей варфронт. Причем вам дадут награду в любом случае, даже если вы проиграете. А это дополнительные бонусы, так сказать, к вашим статам. Бесплатные бонусы. Бесплатные бонусы. Бесплатные бонусы. Бесплатные бонусы. Бесплатные бонусы. бунтуют, сволочи. Сейчас мы разберёмся с этими тварями. Old Galactic Market. Садимся на спидер и вперёд. А, вот нам сюда. Капрал Гарам, вот как его зовут. Лейтенант, Капрал Гарам, сэр. Готов к вам проинструктировать по поводу Мигрант Мерчант Гилд. Садимся, Капрал. Может быть, что-то спрятать. Да, сэр. Я просто начну с этим брифингом, сэр. Мигрант Мерчант Гилд – это криминальная организация, состоящая в основном нон-хуманах, whose homes were destroyed by the Empire's assault on Coruscant. They began squatting in this district and refused to leave, когда Republic's security tried to push them out. There's been an uneasy truce ever since. И вот они сюда мигрировали, бла-бла-бла, объединились. Служба безопасности пыталась их оттеснить. С тех пор у них непростое перемирие. Что-то. General Garza informed me that your primary target within the guild is a cyborg inventor named Krell. Reports indicate that Krell's strength and speed or at least triple the human norm, with genius-level intelligence to boot. Taking him down will be a real challenge, sir. I can handle myself. With all due respect, sir, you shouldn't underestimate him. By all accounts, Krell is an extremely dangerous fighter. Additionally, Krell has designed and constructed a full platoon of advanced war droids that we believe are intended for Tavis and the other Spec Force traitors. A full platoon is a lot of firepower to lose. Tavis is really gonna feel this one. General Garza wants all of Krell's war droids neutralized before they can be shipped out, sir. Take out everything that clanks when it walks. No problem. Krell has his war droids patrolling the Migrant Merchant's guild base. General Garza wants them all found and destroyed. Do you have a fix on Krell's location? Negative, sir. We know he's inside, but that's about it. That concludes the briefing, sir. Good luck and good hunting. DROIDs 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 Delivered DROIDs Could be DROIDs ... DROIDs DROID DROIDs Он уничтожил тысячи. Он может даже уничтожить Сенат-Тауру. Сенат-Тауру нет ни в этом секторе. Таурии находили себе по пути в этой маленькой дырке. Они не могли, чтобы они не могли. Они умные, организованные. Их, очевидно, тренировали где-то за пределами этого мира. Ну, профессионалы, короче. Они тысячи убьют. Возможно, даже уничтожат башню Сената. Ну-ка расскажи поподробнее, что там они хотят с башней Сената сделать. Сенат-Тауру нет ни в этом секторе. Таурии находили себе по пути в этот маленький детал. Гангстеры привезли Слайсеров, чтобы обеспечить каждую нодку в секторе. Они пытаются обрабатывать автоматические спидер-флайт-пады. Это будет вызвать тысячи мид-эр-коллижения. Попадает дебри на Сената, как в небе. Я расскажу, сколько будет умереть. Они взломали транспортную систему. И они могут устроить тысячи столкновений. Это будет как метеоритный дождь. И тысячи умрут. Они могут обрушить транспорт на башню Сената, как метеоритный шторм. Невозможно сказать, сколько людей умерет. Эвакуируйтесь Сенатом... Они должны найти защиту. Я отправил слово прямо до того, чтобы ты приехал, но не хватает времени, чтобы спасать всех. Мы должны остановить это здесь. Гангстеры уничтожили патроли, защитивая интервью аксесс-поинт. Мы должны их вернуться и мануально закрепить терминалы. Если вы получите терминалы, мы можем просто выставить это. Мои люди будут поддерживать тебя. Будьте удачи в этом. Короче, чтобы этого не произошло, чтобы хакеры ничего не взломали, нужно вручную заблокировать терминалы доступа к транспортной сети. Этим и займемся. А эвакуировать Сенат, это, конечно, сложно и долго. Лучше разобраться с врагом. Так, отлично. Подбираем. Сколько у меня, кстати, денег? О, уже 5000 почти. Можно будет докупить штанишки. Ой, ботиночки точнее. Лежать, засранец. Сейчас покажу вам, кстати, один из датакронов. Вот, поднимаемся сюда. Я не помню, активировал ли я этот датакрон. Сейчас проверим. Бабах. Так, а ну-ка, что у нас тут? Вот он. А, нет, этот датакрон на этом сервере я еще не активировал. Презенс улучшает. Плюс два презенс. Нормалек. Нормалек. Так, отключаем терминалы. Или восстанавливаем, или что мы тут делаем. Для того, чтобы хакеры их не смогли взломать. Отличненько. Еще один, и все. И мы победили. Прям под носом у этих... Улетел, бедняга. У этих бандюганов. Под носом все исправили. А говорят, профессионалы. Какие же они профессионалы, если допустили такое. Капитану Уимборну вернемся попозже. Сначала по основному заданию. Уничтожить вардроидов. Военных дроидов. Здесь где-то еще один датакрон есть. На корус. Ну, нет, вообще-то здесь четыре датакрона. Один мы нашли. Но я уже не помню, где они находятся. Хотя, где находится... Нет, все-таки, где еще один находится, я знаю. Это в разрушенном храме джедаев. Там, в принципе, легко было запомнить. Вот где-то вот в таких вот помещениях есть... Где-то датакрон на каком-то балконе. Но тут столько таких помещений, причем все одинаковые. Так, уничтожить вардроид. Ага, вот, наверное, вот это вот. Контейнеры боевых дроидов. Лежать. Баба. А ну-ка, что там лежит внутри? Запчасти для дроидов? Круто. Баба. Баба. Так. И еще один. Или... Да, еще один. Лови гранату. Баги, баги, баги. Как я люблю баги. Так, 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 так. Труппер фейс. Ага. Идем за вардроидами или зачем? Да, уничтожить дроидов. 10 штук. О, привет. Это вы дроиды? Нет, вы не дроиды, вы... Родиане. Нет, это Родиане. Лежать, засранцы. У меня в шмотке нету ни одной модификации. И при этом я все равно легко убиваю местную живность. Лежать. Так, отличненько. Сколько еще? Еще четверых. И пойдем искать главаря банды. Крэла или как там его? Киборга Крэла. Ну-ка. Баба. Лови. Тихо, 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 тихо. Не подходи ко мне. Нормалек. Адвансит вард дроид. Так, ну давайте убьем его. Дисейбл Крэлс секьюрити филд. Нужно отключить вот это вот поле. Каким-то образом. А, вот тут. Столкнитесь с Крэлом. Крэл. О, он тут. Отлично, мы тебя нашли, дружище. Республика, скам. Ты реально веришь, что ты можешь сюда и уничтожить мою творческую? Без конченства. Конечно, я верю. Твоя слабая Республика узнает, что это значит, чтобы медалить в моем работе. Да, Республика узнает, как вмешиваться в мои дела. Ну да. Ты был практичен в эту линую? Ты молодой, не ты? Но молодость не может тебя спасать. Ты слишком поздно. Мои планы уже в действии. Вперед, люди этого мира будут приводены к их ногам по моим великим творением. Мои большие птицы. Мы опоздали. Его план уже приведен в действие. Скоро люди этого мира станут на колени перед моими великими творениями. Моими мастерписями. Как это переводится? Ну, блин, ладно, пофиг. Я знаю, что это значит, но не могу русское слово вспомнить. Неважно. О чем ты? О чем ты? Я взял обычные люди с улицами и имплантил several из них с адвансовыми цибернетиками. Ах ты, гандон. сейчас равны, даже моих. Циберги циберги они интернальные и недетектированные. Циберги не знают, кто из них был аугментирован. и не узнают до тех пор, пока не будет слишком поздно. Если вы смотрели Баттлстар Галактика, то там были спящие агенты. Вот. Он, короче, взял людей с улицы и превратил их в спящих агентов, которые в определенный момент у них там что-то переключится в мозгу и они начнут всех убивать. Что-то в этом роде. Ты с ума сошел? Я буду делать тебе пенсию, за умерение этих людей, Крэл. Блок! Это не может в любом случае но твоя смерть. После того, что ты был боролен, чтобы выставить мои создания обратно в их нормальные жизни, чтобы ждать, пока моя искусственная программа активируется. Этот парень full of it. Я не покупаю этого. Когда мои мастер-пицы начнут их работы, люди Коросцент никогда не будут безопасны. Это не будет происходить. Ты можешь сделать ничего, чтобы остановить это. Все, что ты можешь сделать сейчас это уметь. Демокрой его! Так, я как-то не зацепляю этих вот ребят. Вот. После того, как он говорит убьет меня, он отпустит свои творения в своей обычной жизни и будет ждать до тех пор, пока программирование не сработает. И бла-бла-бла. Наступит конец света, он захватит власть и все такое. Ну, он умер. И нам звонят. Видимо, генерал Гарза видел это все через камеру на моей руке. Возьмите, лейтенант. Я хочу, чтобы выжить сразу и уничтожить сайборги, которые Крэл создавали. Мы должны с ними сейчас, пока они могут уничтожить в нормальную популяцию. Эти ситуации никогда не легко. Эти люди не выбрали, что они сейчас были. Но много еще живых могут быть в стаке. Ты должен уничтожить Крэл. Генерал Гарза приказывает мне убить этих людей, простых людей, которых запрограммировали. Это, мол, конечно, нехорошо, но на кону больше жизни. Вот. Мне придется уничтожить создание Крэл. Создание Крэл. А если Крэл блефовал? Я не знаю 確ко, если Крэл рассказывал правду, сэр. Если Крэл блефовал или нет, эти сайборги не могут позволить. Я даю вам приказ на уничтожение. Все последствия я беру на себя. Блин. Это неправильно, мы не можем убивать людей. Че-то. Приказы ж надо выполнять. Тяжелый выбор, блин. Ну, если вспомнить тех же Сайлонов из Баттлстар Галактики, то под прикрытием они очень хорошо саботировали корабли республики. Вот. То подорвут бак с водой, всю воду в космос выпустят, то еще что-то там, то подорвут ядерную бомбу на одном из кораблей на седьмом небе, по-моему, так назывался корабль. Ладно, будем уничтожать, мало ли что они натворят. Я Гарза отсюда. Это недостаточно времени. Мы должны следить за трейдеров, не убирать людей, просто потому что какие-то мудрые сказали, что они опасны. Мы делаем, что генерал сказал. Поговорить об этом просто вытаскивает больше времени. это босс. Блин, это же простые люди. Их нужно защищать. Солдаты должны защищать народ, а не убивать. Блин, может, еще подумаем. Что посмотрим, поговорим с этими людьми. Посмотрим, что скажут. отойди говорит мы мол тебя не пустим мы слышали все сражение мы слышали что сказал этот урод крел мы не выйдем отсюда пока ты не поклянешься что не причинишь нам вреда вы слишком опасны мы не киборги он знал бы эти двое спорили кто из них киборг то и так далее но один из них раскололся и сказал что крыл над нами обоими проводил одинаковое время на операционном столе так что что-то он там все-таки с ними сделал она говорит вы его бы прекратите мы никто из нас не киборг вот все что мы можем типа сказать мы этого не знаем мне нужны доказательства мне нужны доказательства моральные вопросы она тут ставит передо мной блин черт я говорю докажите что вы не киборги она как мы тебе докажем можете доказать что мы еще не ранкор и зверьки такие знаете животные это безумие даже если из нас даже не если некоторые из нас киборги ты на самом деле убьешь нас всех чтобы убедиться что что ни один киборг не сбежал знаете тут можно подозревать и ее в том что она киборг и в том что она защищает свою миссию потому что слишком упирается хотя конечно никто же умирать не хочет чёрт подери блин я не хочу их убивать вот серьезно я не хочу надо найти другое решение добро добро во мне победила сказал нет конечно я вас не убью не убью и можно тут же сказать она типа говорит ты нас тогда отпустишь можно сказать нет и высосать весь воздух из лаборатории издевательство полнейшее так вы можете идти если отдадите мне свои удостоверения да кстати поставим их на контроль за ними будут следить власти и будут следить чтобы они ничего не не утворили да в принципе хороший сценарий мне нравится дай мне номера и номера идентификации и я оставлю вас что? так что вы можете рассматривать нас всех и убить нас позже? нет возможно! если это удержит нас здесь живо, то это дешево мы поставим информацию на датапад для вас, солдарь хорошо, обратно, я буду открыть дверь вот этот датапад, солдарь, спасибо за просмотрим нас не заставляйте меня пожалеть об этом можно опять же убить их прям на месте но не будем конечно же я не я не буду отыгрывать злого солдата ну нафиг лучше не узнать, что вы были опасны, после всего мы не уничтожим никого, я жюю это, спасибо опять, солдарь до свидания чёрт, чую, пожалею об этом когда-нибудь устроят тут бунты и убьют тысячи людей, а то и миллионы а генерал гарза всё это видела, она ж приказала нам убить их, чё мы не сделали лейтенант, мои приказы были чёткими, уничтожить сайборгов, киборгов Крэла мне жаль, сэр, что я не смог выполнить приказ я просто не смог ну я сказал, что я просто не смог этого сделать она сказала, когда ты на миссии, ты должен сначала слушать мои приказы, потом свой разум потом своё сердце, вот в таком порядке нету места тут для сентиментов в нашей работе вот так а где мы черту тогда проводим, чем мы отличаемся от наших врагов если мы сердце, то что нас сепарает от империи? мы сердце, чтобы люди Републики не должны быть лейтенантом так что Република не станет империей всегда вспомнил это возвращай в мою офисе сейчас мы должны поговорить о своём следующем обслуживании Гарза отсюда если мы будем бессердечными, то как мы отличаемся от империи? мы бессердечно, объясняет Гарза потому что, чтобы жителям Республики не пришлось быть такими вот вернись в офис мы обсудим дальнейшие действия, говорит вот такие дела ну вы видите, не обязательно отыгрывать солдата как я говорил в начале как какого-то такого да, сэр, есть сэр за Республику за императора или за кого-то там за канцлера можно как бы и субординацию нарушать маленько ну реально, простых людей как-то не хочется убивать даже с учётом того, что их там запрограммировали будем надеяться, что это не обойдётся какими-то проблемами но их на контроль поставят так что всё нормально в принципе так, нужно сейчас вернуться к капитану Вимборну доложить об успехе я куда-то не туда поехал что ли или туда туда, всё нормально мы справились с этими хакерами русскими хакерами которые во всём виноваты империя напала на корусант кто виноват? русские хакеры хе-хе-хе-хе шутки за триста пошли шутки за триста я знаю, вы любите мои шутки за триста чё лежишь, дружище дай пройти так так эй 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 хватит да ё-моё ладно, давай убьём это а хотя уже всё, отвязался капитану Вимборн я герой я герой я герой я герой ма-грэнт-мерчант гильдии давай посмотрим вы отчетли наши друзьями под Кейл и кредит это время что мы хотим все мы хотим это хозяйственные проекты которые вы просили сейчас твои люди будут ждать как у всех остальных я тебе ничего если вы продолжите меня я тебя все ага так у нас сенатор Винара Кейл похоже немножко коррумпирована она вам не Кейл она вам не Ванара короче она мы наблюдаем переговоры сенатора Кейл с главарём банды Migrant Merchant Guild который говорит вы приняли наши кредиты нашу помощь в обмен он на строительные проекты строительство домов для Migrant Merchant Guild для людей вот сенатор вы вы мол нам должны эти строительные проекты она говорит я вам ничего не должна вам придется ждать мол своей очереди как всем остальным если вы продолжите давить я вас уничтожу говорит сенатор это это нехорошина это плохие новости сенатор сенатор платы говорит я не буду уничтожать репутацию самого популярного политика корсанта возьми записи мне они не нужны я поговорим посмотрим посмотрим просит дать шанс сенатору кейл мол она хорошая женщина и много хорошего сделал для корсанта почему она брала деньги у бандитов не знает но я могу предположить хороший человек никогда не пробьется политику без денег обязательно у каждого политика есть свои лоббисты то есть люди которые оплачивают компанию избирательную вот в обмен на какие-то дальнейшие на какую-то дальнейшую помощь например лоббирование законов вот здесь была примерно такая же ситуация Migrant Merchant Guild оплатили я так понимаю компанию сенатора кейл она выиграла на выборах и должна была помочь им с строительными проектами по обеспечению так сказать жилья для членов этой банды как вы помните Migrant Merchant Guild это гильдия эмигрантов то есть они бездомны по сути своей вот и они хотели вот так вот повлиять на ну на правительство и получить некоторый бонус а сенатор кейл взяла у них деньги взяла у них деньги выиграла выборы я так понимаю и отказалась выполнять свою часть сделки вот сказала мол я вам ничего не должна вы будете ждать своей очереди как и все ну вы поняли по сути она надула этих преступников в принципе она воспользовалась деньгами преступников но не стала им помогать так что я не вижу в этом особо ну это тоже коррупция в принципе да но это как бы получилось хотя вред все таки был причинен из-за того что она взяла деньги у преступников эти преступники и не выполнила свою часть сделки эти преступники вышли на улицу и множество людей наверное погибло в перестрелках из-за того что сенатор кейл изначально заключила с ними сделку так что да выбор предстоит тяжелый тяжелый но в принципе если она старается ради республики все такое возможно мы ее простим генералу гарза мы уже в этой серии не пойдем отчитаемся следующий но с сенатором кейл разберемся прямо сейчас не хочу откладывать серия получилась длинная но вы любите такие я знаю да хорошо я сенатором кейл мой друг любой друг сенатор кейл мой друг это будет все министер отверстие капитан Винборн меня вы убили тысячи вы мою благодарность непонятно вы другие минуты вы напишите кейл капитан вимбор связался с ней сказал что я помог разобраться с бандой к сожалению у меня мол есть голос-запись голос-запись содержание которой лишь причинит вред эта атака была вашей ошибкой вашей виной Ты убежал к всем, сенатур. Только причина, как эти гангстеры нас отрели, было, чтобы вы не поднимали. Я понимаю твою волну, лейтенант, но ты должен понимать, что здесь все сложные. Мой противник в выборах был милый человек, лезвый, ступит и коррупный. Он не интересен в строительстве, только в береме. Я должен победить, но я не обладал так много денег, как он сделал. Когда эти гангстеры подходили к мне, я принимал их донацию, и я буду это снова. Без бабосика ты туда не пробьешься. Вот. Вот, я приняла их донат, как она говорит, и сделала бы это снова, если бы потребовалось. Почему богатство важно, давайте вот, пусть объяснит, почему так важно иметь состояние, чтобы... People choose their leaders by popular vote. What difference did it make how many credits you had? Don't be naive. Wealth can purchase influence, and influence sway popular opinion. My opponent understood that too well. I stole from those criminals to rebuild Coruscant for its people. Set things right. I'll bring the Migrant Merchants Guild to justice. You hold the power to ensure my success. Let me finish healing this world. Please, destroy that recording. Я спросил, почему богатство так важно? Мол, народ выбирает своих лидеров по голосованию, ну, по популярному, по популярности, скажем так, вот, по тому, что они делают, какие они хорошие лидеры, вот поэтому смотрят на то, какие кандидаты хорошие и выбирают. Она объясняет, что неа, все дело в бабле. Мол, у того, у кого бабло, тот и имеет влияние, имеет влияние на людей, на общество. Вот, может, ну, имеет способы пропаганды. Короче, вот это она имеет в виду, в принципе. Она про пропаганду ничего не сказала, но подразумевается. В общем, в твоих руках находится сила нашего успеха. Дай, позволь мне закончить исцеление этого мира. Уничтожь эти записи, пожалуйста. Ладно, я уничтожу эти записи, видимо, она, в принципе, хороший человек в целом. Допустила ошибку, конечно. Но, если ее оппонент такой дерьмовый хрен, то я не хочу, чтобы он к власти пришел. Все очевидно, сенатур. Ради нас, можно пофлиртовать. Блин, ну тут будет не в тему флирт. Хотя, ладно. Это было моим приемом. Я надеюсь, продолжим работать близко. Я promets, что только вы услышите от меня, когда есть кризис. Я увидел, что ты правильно известен за твоим героизм в старом Галактическом рынке. До свидания. Пора заканчивать эту серию. Пятая по счету серия, друзья. В общем, я надеюсь, вам нравится это прохождение. Продолжайте советовать мне в комментариях, что мне стоит улучшить, как вы делали это в предыдущих сериях. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok